Всем привет! Класс! Мои суперфанаты пришли тоже. Алексей Вишников, руковожу процессами эмуляции атак и тестирования экспертизы продуктов в стенд-офф, и мы начинаем нашу первую дискуссию. Сейчас будем говорить про технологии атак и уклонения от обнаружения, устремленных на решение класса EDR. Иными словами, про все то, что нужно сделать на эндпойнте, чтобы хакер не смог прорваться куда-то дальше. И сегодня со мной эту историю будут обсуждать замечательные гости. Тимур Херхобаров, директор департамента мониторинга реагирования и исследования кибергроз в компании Bizon. И Валерий Слезкинцев, руководитель направления обнаружения и реагирования на кибергрозных конечных точках в экспертном центре безопасности компании Postive Technologies. Парни, очень рад вас видеть. Я думаю, у нас сразу, прям с утра, будет классная техническая дискуссия. Давайте всех выведем на супер-топовую техническую волну и без какой-то оглядки ворвемся в суть. Я предлагаю начать с историй про отключение EDR, агента на эндпойнте. Собственно, какие есть техники, которые позволяют сразу же ослепить все средства наблюдения на эндпойнте и позволить хакеру начинать проводить какие-то нехорошие дела. Тимур, начнешь? Да, привет, Алексей. Ну, как ты правильно сказал, наверное, самое простое, что можно сделать с EDR, с агентом. То есть, если мы посмотрим на EDR, из чего он у себя представляет. Это обычно какой-то сервис, представленный юзер-модным процессом. Это драйвер, может быть, DLL-библиотека, которая инжектится в адресную память процессов для мониторинга тех или иных функций. И чтобы это все работало, у EDR может быть какая-то конфигурация, то есть какие-то артефакты, из которых он берет политику защиты, правила обнаружения и так далее. Самый простой способ, что можно сделать с EDR, давайте его просто сделаем так, что он полностью перестанет работать. Сделать это можно, например, остановить сервис, выгрузить драйвер, повредить исполняемые файлы EDR, либо файлы, вот эти артефакты, из которых EDR берет свою конфигурацию. Это могут быть не файлы, это могут быть ключи реестра. То есть какие-то объекты операционной системы, от которых работоспособность EDR зависит. И хакер может воздействовать на них, тем самым выводя из строя EDR полностью. Собственно, со стороны защиты, Валера, расскажи, как в EDR этому можно противостоять, что можно делать в системе, чтобы усложнить целиком убийство EDR под корень. Ну, как ты правильно сказал, EDR состоит из юзер-модной части, это самого агента, и у него есть компонент драйвер. Драйвер должен нести все функции самозащиты, то есть на уровне ядра защищать процесс агента, критические настройки в реестре, файлы агента. Ну, смотри, драйвер самозащиты тоже надо защищать. А что делать с защитой самозащиты? Ну, так сам драйвер же защищает. Ну, и свои в том числе ядерные структуры. Окей, ну, то есть тут вся надежда именно на код, выполняемый в режиме ядра, который, собственно, атакующий в любом случае начинать будет свои действия с пользовательского режима. И, соответственно, задача, пока он в пользовательском режиме, не дать ему выполнить определенные операции с EDR, с его артефактами, файлами, компонентами и так далее. Ну да, естественно. То есть если у хакера появляется возможность исполнять свой код в ядре, то это, в принципе, ну, это, во-первых, нечастый сценарий, и, во-вторых, это, ну, то есть проблема, да. То есть желательно блокировать все это до того, как хакеру удалось загрузить свой драйвер. — Валерий, а вот уточняющий вопрос к тебе. Может ли в данном случае помочь какой-то косвенный анализ работоспособного, наверное, состояния своих систем? Ну, какие-то штуки про проверки целостности своих компонентов, проверка про то, что все, что должно в целом между компонентами работать, протекать относительно быстро, да, относительно без задержек, может быть, с относительно отсутствующими дополнительными данными, что все это работает так, как ожидается, и какие-то периодические проверки оригинальной какой-то конфигурации системы, в том числе и в ядре. Это вообще возможно достигать в ядерном решении? — Да, конечно, то есть должна быть проверка целостности. Ну, тут это, на самом деле, так широкий вопрос, который мы затронем в дальнейшем, но, как бы, если кратко отвечать, то да. То есть тут нужно контролировать и поставку событий, и структуры именно вот на стороне ядра, которые используются ядерным драйвером. Вот так. — Ну, окей, как бы, да, самозащита. Ну, в целом, там, я всегда, наверное, самозащиту рассматривал не как панацея, которая, там, способна в 100% случаях предотвратить, да, убийство ядера. Это, в принципе, невозможно сделать, да, там, как бы, против лома, как говорится, нет приема. Ну, то есть задача самозащиты, скорее, то есть когда атакующий будет пытаться ее обходить, он будет выполнять какие-то действия, там, пытаться убивать процессы, завершать потоки, не знаю, удалять файлы, это будет триггерить события самозащиты. То есть основная задача, наверное, сформировать, как бы, набор каких-то сигналов, чтобы понять, что у нас на хосте, ну, то есть все-таки цель не предотвратить в конечном случае, а сгенерировать набор действий, набор событий, по которым можно понять, что у нас кто-то пытается что-то с агентом, там, с драйвером делать. Ну, да, то есть самозащита должна, ну, грубо говоря, сгенерировать много событий, да, о том, что что-то происходит, которые потом, впоследствии, так как это EDR, ну, СОК будет смотреть и увидит по этим событиям, что что-то на системе не так, это повод для того, чтобы проверить. Давай вот мы про события поговорили, да, хорошо, воздействие, там, на агент, это инвазивно, шумно, если есть самозащита, перейдем к каким-то другим способам. Вот ты упомянул события. События, как бы, собираются агентом, потом куда-то отправляются, там, на сервер EDR, не знаю, в CM и так далее. И зачастую еще, как бы, да, и решение о реагировании может приниматься, там, на серверной стороне, а не на агенте самостоятельно. То есть у агента должна быть стабильная связь с сервером. Что если просто, ну, взять, мы же знаем, вот у нас процесс EDR, и просто, как бы, сделать так, чтобы он не мог по сети достучаться до сервера. То есть можно это, например, сделать простым способом, добавить там правила Windows Firewall, но это тоже, там, шумно, и кто мониторингом занимается, они знают, что есть соответствующие события. Вот недавно выходил инструмент, по-моему, он там EDR Silencer называется, ну, то есть техника там, наверное, не оригинальная, не новая, но это впрямую взаимодействие с подсистемой VFP, операционной системой VFP, это Windows Filtering Platform, собственно, на базе нее, ну, в принципе, и штатный фаервол операционной системы построен, и фаервол всех эндпоинтных решений. То есть он позволяет манипулировать с трафиком, как бы, получать данные о трафике, и в том числе добавлять фильтры, которые там трафик блокируют. И, собственно, что делает EDR Silencer? Он берет и для процессов EDR тупо добавляет правило, блокируй, как бы, весь трафик. Все, у нас, соответственно, связь агента с сервером теряется, события не передаются, можно там мочить самозащиту, все равно события никуда не улетят, как бы, по которым можно, там, увидеть. Там, реагирование у нас может не работать, если, да, решение принимается на сервере. То есть что в этом случае-то делать тогда? Тут надо начать, наверное, с того, что агент должен отправлять некий хардбит на сервер, и если этот хардбит прекращается, то нужно это подсвечивать на серверной стороне, чтобы, опять же, команда мониторинга могла видеть, что агент отключен, и там что-то не так. Это раз. Во-вторых, агент должен быть автономный, то есть он должен иметь возможность реагировать без сетевого соединения с сервером. А для того, чтобы обнаружить добавление VFP-фильтров, для этого есть события в том же ивент-логе, например. Там 54.41, 54.47, по-моему, если я не путаю. Так чтобы это событие-то есть, оно же не долетит до сервера. Оно не долетит до сервера, но это, как я сказал, что агент реагирует автономно, и он на основании этих событий может отреагировать и восстановить, то есть убрать блокирующий фильтр. Да, окей. То есть надежда на автономное реагирование и на принятие решения на стороне, соответственно, агента. Да, мне кажется, мы хорошо прошлись по этой истории. То есть очень важно контролировать свои части, очень важно следить за тем, чтобы мы не зависели от каких-то связей с сервером, и это может быть когда в легитимном порядке, когда что-то в реальной инфраструктуре ломается, так и при воздействии хакера. И мы сейчас только что обсудили, почему это, казалось бы, разные ситуации приводят к идентичным ожидаемым последствиям, надо за этим следить. Давайте поговорим о другом. Есть события, которыми кормится, собственно, это идеарное решение, вы уже начинали даже сейчас упоминать, может ли хакер, в общем-то, уже с этой точки как-то повлиять на дальнейшую работу средства, нарушить тем самым поставку этих событий, и как это он может сделать? Давайте вообще поймем, что это за событие, и как это нарушение может, например, происходить. Тимур. Ну да, ты прав. Мы сейчас начали с того, что мы либо в принципе выносили EDR, либо в принципе останавливали поток событий, то есть мы под корень отрубали его функционирование, либо информирование. А в целом, как бы, можно целиком EDR не мочить, а можно мочить какие-то отдельные компоненты, то есть EDR же зависит от каких-то поставщиков событий в операционной системе, собственных поставщиков событий, можно воздействовать на эти поставщики. То есть EDR продолжает работать, там, хердбиты вроде, как бы, смотрим на сервере, все зелененькое, связь есть, какие-то события летят, но летят не все события, потому что, как бы, какие-то из них мы просто отрубаем, да, воздействие на провайдеры. И тут можно, наверное, начать, ну, как бы, да, глупо было бы не пользоваться штатными возможностями операционки, то есть многие EDR, помимо того, что сами какие-то события поставляют своим драйверам, в том числе надеются на штатные возможности операционки в виде, там, Windows Event Log, собирая события из него в виде, там, и ETV-провайдеров, которые, ну, как бы, часть ETV-провайдеров одновременно является и Windows Event Log, а часть все-таки не является. И, как бы, замечательно, да, операционная система все сделала за нас, нам не надо, как бы, как-то на нее влиять, мы снижаем, там, да, воздействие на перформанс, просто берем и получаем штатные события операционки. Ну, вот давай, не знаю, Windows Event Log начнем, да, его, как бы, ну, замочить просто, да, можно просто банально, встав на систему, скорректировать политику, да, можно, там, изменить настройки логирования, настройки, как бы, журналов. То есть, ну, на мой взгляд, наверное, все-таки это не должен быть каким-то основным механизмом, это должен быть дополнительным, но, то есть, но, вот, со стороны защиты, да, если, вот, у нас агент целиком и полностью, либо существенно полагается на Windows Event Log, на, там, аудит, которые, события в журналах Security System и так далее, как бы, что надо делать на стороне агента, чтобы как-то сделать вот эту связь и подписывание на события вендовые, как бы, более надежным и более таким резистентным к воздействию атакующего. Ну, тут можно сказать, что, если, допустим, агент полностью полагается на Event Log, который отключили, то это будет видно для мониторинга, опять же, это аномальное прекращение, ну, поставки событий с агента при, казалось бы, включенном агенте, это, ну, это аномалия, это очень странно, то есть, повод для того, чтобы начать разбирательство. Второй момент, как ты правильно сказал, что не стоит полагаться только на один источник событий, то есть, нужно иметь альтернативный источник, например, собственный драйвер, где будет видно, что какой-то процесс, там, открывает хендл на Event Log, да, начинает там завершать потоки в нем, либо, в общем, какие-то деструктивные манипуляции делать. Вот на это тоже можно реагировать. Ну, то есть, с позиции защиты мы не полагаемся только на виновый Silent Log, в том числе, полагаемся на свои компоненты, таким вот перекрестным опылением, как бы, мы смотрим целостность, да, вот, каждого канала получения телеметрии, как бы, в агентом. Да, все так. А помимо Windows Silent Log, ну, вот, ETV, да, то есть, можно не из журналов читать, как бы, собственно, Windows Silent Log, по факту, большая часть журналов, это файл, в котором события попадают, как бы, ну, когда, там, системный консюмер, определенный просто подписывается на ETV-провайдер, и потом пишет эти события в файлы. Вот, как бы, агент может встать у нас напрямую на ETV, и этим, в принципе, но я не знаю, наверное, ни одного в мире EDR, который бы не пользовался ETV. Там, тот же, как бы, даже если не рассматривать не EDR, а какой-нибудь Sysmon, да, там, Sysmon определенные события, типа, DNS-запросов получает от штатного, там, ETV-провайдера. Там, мониторинг .NET, там, во многих EDR-ах тоже, там, мы садимся на, там, .NET Runtime ETV-провайдер и так далее. То есть, там, огромное количество ETV-провайдеров, ввиду того, что операционка, ну, Microsoft иных механизмов не дает получения, вот, определенных перехватов, как бы, все садятся на эти ETV. Вот, ну, в моем понимании ETV тоже, там, такая история, ну, она, в принципе, создавалась изначально не для безопасности, да, это создавался как механизм, там, дебага и отладки. И там никто не думал о том, чтобы делать этот механизм резистентным. Ну, то есть, там, ETV-сессии, которые пишут события, ну, не для задач дебага и отладки, те, наоборот, должно быть просто, там, ее включить, остановить, как бы, и так далее. А в безопасности, когда мы, да, начинаем получать события, на которых решение безопасности принимает, там встает вопрос вот этой резистентности. Ну, собственно, там, ETV-сессию банально можно просто, там, остановить, не знаю, штатные команды операционки, там, вефутил, стоптрейс или, там, логман или еще что-то, как бы, можно, там, API-функциями, то есть, вы дергаете, например, там, стоптрейс, как бы, венапи. Вот, что, как тут быть? Есть какие-то варианты этому противодействовать? Да, есть, ну, штатное отключение с помощью логмана, там, или вефутутил, это будет видно для, ну, того же сейсмона, например, ну, либо, там, вот, того же, любого, в общем, компонента, альтернативного источника. А видно, ты имеешь в виду, как? Ну, крейт-процесс. А, ну, все, понял. Да, вот, ну, и там, собственно, парсинг команды и параметров, то есть, ну, это… А если мы не вефутил или не логман дергаем, а напрямую венапи, ну, то есть, утилита просто опиху дергает, как бы, мы дергаем опиху, у нас нет старт-процесса. Да, здесь есть механизм такой хукинга, то есть, если мы поставим хук на стоп, ну, на стоп, как я забыл, стоп-трейс, стоп-трейс, да, вот, то есть, это тогда тоже будет видно для EDR, и на это можно будет реагировать. А если не стопать, как бы, сессию, ну, то есть, сессию можно оставить рабочей, как бы, она есть, работает, мы проверяем, ну, то есть, факт ее наличия, вот она, как бы, есть активная, там, смотри, история, ну, например, берем Sysmon, да, как бы, Sysmon, когда, и, в принципе, там, Sysmon, если, там, .NET, которые, там, ETV, то есть, те процессы, которые используют ETV для записи событий, которые мы потом, подписываясь на ETV-провайдер, как бы, можем собирать, они тоже, там, используют определенную API-функцию, если я не помню, не имею память, она, там, ETV-event-в-write, по-моему, как бы, то есть, и один из, там, популярных методов обхода ETV, просто берут ее, патчат, ну, вот, как бы, перезаписывают, то есть, находят в памяти, как бы, адрес этой функции, пропатчивают, в итоге, как бы, события, ну, там, сессия работает, но события не пишутся, и, соответственно, поставщики, как бы, консюмеры, которые эти события пытаются забирать, ничего у нас не получают. Ну, тут имеет смысл периодической проверки целостности вот таких критичных функций, как ETV-event-write, и это видно, когда она пропатчена, вот, и сам же, в принципе, агент может ее восстановить. А, то есть, ты предлагаешь не просто проверять наличие какого-то вызова хукаю, ты именно хочешь проверять периодически, что она по факту уже захукана в этот момент проверки. И как часто это стоит делать? Ну, если мы видим, что перестали поступать события определенные, то это повод для того, чтобы сделать такую проверку. Я понял, косвенные признаки не временные, именно другие события, триггерящие эту проверку. Нет, ну, это не отменяет временных признаков, на самом деле. То есть, делать такую проверку, там, раз, я не знаю, раз в минуту вполне себе, то есть, это не сильно повредит по перформансу, мне кажется. Хорошо. Вопрос в аудиторию. Ребят, как дела? Все хорошо? Вы чувствуете мысли? Нормально пока по тексту, по произношению? Вот, мозги не кипят еще? Кондиционер можно включить? Да, конечно, нас услышали, и вас тоже. Сейчас его сделают посильнее. Еще какие-то потребности, вот, кроме кондиционера? Приятно, что материал в порядке, проблемы с кондиционером. Ладно, ладно. Мы тогда продолжим. Мы продолжим в том же виде, вы, может быть, все-таки потом поменяете решение. Ребят, можно пожестче, если что? Вот такой сигнал от аудитории. В онлайне, я думаю, так же, там пока нет вопросов. Наверное, ребята в экстазе. Погромче? Погромче? Да, сделают. Спасибо. Продолжаем. Вы уже упоминали в рамках обсуждения, как же защищаться. Хуки, перехваты. Давайте чуть-чуть подробнее поговорим об этом и о том, как, в принципе, такая технология, которой пользуется идеарное решение, может быть заупотреблено, может быть, выведено из строя атакующими. Тимур, что можешь рассказать на этот счет? Ну, да, там Валера упоминал, как бы, хуки определенных API-функций, как бы, да, для того, чтобы там смотреть, что у нас кто-то пытается делать плохие действия. И тут история, знаешь, какая, как бы, к сожалению, ну, Microsoft, система закрыта, и там, вот раньше, там была такая штука, как патчинг, там, SSDT, таблицы системных вызовов, как бы, все перехватывали API-функции там. И, как бы, не было с этим проблем. Потом Microsoft придумал защитный механизм, который поломал другие защитные механизмы, типа, патчгвард, как бы, придумал, и SSDT, как бы, у всех поехали, все, ну, нельзя это делать, типа, машина в соты ходит. А то, что предоставляет операционная система в виде коллбэков, там очень-то ограничено, да, ты можешь смотреть, не знаю, старты процессов, там, открытие хендлов на другие процессы, создание потоков, дллки. Ну, то есть, очень лимитированный набор операций, на которые тебе дается какой-то легитимный интерфейс, на который можно подписаться. Поэтому производители средств защиты, не только EDR-ов, там, да, и EPP-решений, там, антивирусов, вынуждены, ну, как бы, либо использовать ETV, про который мы говорили, но в ETV тоже не все, как бы, есть события, либо вот юзер-модный хукинг. Вот, я к нему, я очень люблю вообще эту технику, потому что, если можно, как бы, делать что-то без юзер-модного хукинга, ну, нужно делать без юзер-модного хукинга. Ну, во-первых, это очень инвазивно и начинается проблема у всех разработчиков, там, со стабильностью, с перформансом и так далее, как бы, из-за этого. А, во-вторых, ну, тоже, как бы, технология ненадежная, потому что, собственно, она юзер-модный хукинг. И, смотри, да, как бы, то есть, чтобы прохукать в процессе определенной функции, то есть, что значит прохукать? Это значит, что, когда процесс вызывает функцию, например, в write-process-memory, сначала вместо этой функции, как бы, управление передается, ну, вот, в какому-то вредоносному, там, ну, либо вредоносному компоненту, сейчас мы говорим про легитимный, EDR, EDR такой получил, он, там, записал, ага, там, write-process-memory вызвали с такими параметрами, может быть, еще и вернул, что, как бы, не надо его выполнять, как бы, если, там, с синхронным превеншеном. И только после этого передается управление уже непосредственно в легитимную функцию. И, таким образом, вот, в виде такого посредничества обеспечивается мониторинг при необходимости предотвращения вызова тех или иных API-функций. Но для этого надо быть в адресном пространстве конкретного процесса, желательно каждого. Чтобы там быть, надо, как бы, инжектируется DLL-ка. Обычно это делается из ядра, там используется технология KAPC, там, kernel, то есть, DLL-ка загружается в каждый процесс, и, собственно, это DLL-ка и ставит хуки, как бы, и обрабатывает эти хуки. Так вот, что если, в принципе, как бы, сделать так, чтобы, ну, взять и выгрузить эту библиотеку? Ну, у тебя библиотека загружена, ты берешь ее, как бы, находишь, что она загружена, выгружаешь. Это вот самый простой вариант. Нет библиотеки, нет хуков. Ну, то есть, выгрузить штатно, да, с помощью free library? Ну, давай начнем с штатных, пока с простого. Ну, это видно с помощью, в принципе, даже того же хука на free library, на самом деле. Вот, то есть, выгрузка библиотек мониторится, и это можно предотвращать. Ну, то есть, мониторим выгрузку путем, как бы, хука на API-функцию free library, то есть, такой замкнутый круг. А если вообще сделать так, чтобы библиотека не загрузится, то есть, опять же, тут нам на помощь приходят механизмы защиты, там есть mitigation policy разный у Microsoft, и там есть, я не помню, в каком релизе десятки это добавилось, там добавили флаг, который ты можешь в e-process установить, ну, вот эту политику включить, она там, по-моему, типа, процесс запрещено загружать в любые библиотеки, кроме подписанных Microsoft. И, соответственно, процесс выставлен, этот флаг, как бы, библиотека у нас, там, EDR, не знаю, антивируса, просто не загружается, потому что она, ну, мы сейчас, некоторые, конечно, подписаны Microsoft, но если она Microsoft не подписана, она просто не загрузится. То есть, с этим как быть, то есть, мы ее даже не выгружаем, мы, в принципе, не даем ей загрузиться. Ну, смотри, тут сценарий такой, что процессы, которые были запущены до вредоносного, в них уже есть эта библиотека. И сам малварный процесс, который запускается в нем, тоже уже присутствует эта библиотека, EDR. То есть, он сам может запустить только дочерний процесс. Вот речь как раз про это. Смотри, запускаем дочерний процесс с этим флагом, то есть, ну, и в suspend-состоянии, как бы, да, там, выставляем этот флаг, отпускаем, как бы, процесс запускается, библиотеки в нем нет. На самом деле, насколько я знаю, это лабораторная техника, и, по факту, он, ну, EDR-библиотека уже успеет загрузиться до того, как заблокируется вот эта вот загрузка EDR-библиотеки. Ну, тут, как бы, да, значит, надежда на состояние гонки, вот тоже на эту историю тоже, если можно не надеяться на состояние гонки, надо на это не надеяться, потому что в какой-то момент она, как бы, даст сбой. То есть, тут, ну, такая кошки-мышки, гарантий-то никаких нет, что EDR-библиотека... Вопрос от меня тогда. Окей, а ядерная подсадка про синхронный вызов процедур, о которой ты ему говорил, здесь может помочь в этом деле все-таки дать возможность? Ну, подсадка-то потом в юзер-моде будет, как бы, там просто в ядре ставится в очередь вот эта процедура, которая говорит, загрузи библиотеку, но, как бы, загрузка происходит в юзер-моде все равно, насколько мне известно. Ну, тут может помочь, как минимум, то, что не стоит полагаться только на хукинг. И, в принципе, ну, по моим ощущениям, запуск процессов с таким флагом, это вообще, в принципе, не очень частая штука. И это тоже, как бы, повод, ну, не прям подетектить, но, как минимум, дать алерт об этом. Ну, особенно изменение этого флага, то есть, есть возможность, ну, например, как бы, состояние этого флага, там, до старта процесса и после старта процесса сравнить, и они разные, то есть, это повод все-таки, ну, как бы, возбудиться и что-то на это обратить внимание. А в ядерных колбеках можно отслеживать не только загрузку, но и выгрузку модуля, ну, в данном случае, библиотеки? В ядре нельзя, вот, но можно не в ядре, как бы, в ETV есть событие, то есть, в kernel, по-моему, там, ETV есть событие unload library, вот, как бы, можно его, ну, то есть, это, как бы, то есть, любое идеальное решение, должен быть какой-то комплекс мер, там, нельзя на что-то одно рассчитывать. Вот, ладно, давай, смотри, вот, все-таки, как бы, хуки у нас работают, как бы, хуки можно снимать, да, что там делает Malvara, как бы, она такая смотрит, хопа, хук, ну, она там, как понимает, да, берет в памяти, смотрит первые байты функции конкретные, которые надо, и сопоставляет это с тем, как бы, ну, на диске в библиотеке, то есть, там, если нестандартный пролог, как бы, функции, наверное, у нас пропатчили. Ну, кто, как бы, слабый и несмелый, они просто сразу перестают что-то делать, там, не знаю, завершают, там, свой процесс, но это, скорее, редкая история, там, не видел ни разу, а кто-то будет пытаться эти хуки снимать, как бы, вот, как снимать, ну, просто брать и перезаписывать в памяти первые байты данными из соответствующей библиотеки, прочитанной из диска, то есть, ну, чаще всего хуки ставятся не на, там, kernel32, там, dll, а напрямую на int-dll, то есть, чтобы миновать вот этот юзер-модный трамплин, соответственно, атакующий берет, грузит, да, мапирует int-dll, в этом int-dll, как бы, ищет пролог соответствующей, ну, то есть, как бы, некую сигнатуру легитимной функции, копирует ее и перезаписывает, как бы, значение в памяти, и тем самым, как бы, хук снимается, то есть, после этого он вызывает, как бы, функцию. Да, ну, это ловится, на самом деле, как раз на моменте чтения с диска int-dll, то есть, как бы, штатное, ну, как бы, штатное чтение int-dll происходит, ну, и вообще, в принципе, системный библиотек, как правило, происходит в лот-лайбриде только. Вот, если это происходит где-то вовне, то это повод обратить внимание на это. Ну, скорее, наверное, не вовне, как бы, вторая загрузка int-dll в процесс, как бы, ну... Ну, это, как бы, второй момент, да. То есть, если происходит вторая загрузка int-dll в процесс, то это, ну, тоже, естественно, повод обратить внимание и, в принципе, завершить такой процесс. А, ладно, смотри, окей, как бы, мы понимаем, что, там, ты ловишь на второй загрузке int-dll, как бы, в принципе, много кто так делает. Берем, порождаем дочерний процесс, как бы, ну, порождая дочерний процесс, мы имеем полностью доступ к его памяти, и, как бы, в этом порождаем его в suspend-состоянии, то есть, потому что хук случится, скорее всего, после, как бы, то есть, саспенда, то есть, когда основной поток процесса запустит резюме fred, и пока он в suspend-состоянии, идем в память, ищем, там, int-dll, ищем нужную нам функцию, копируем из этого дочернего процесса данные и перезаписываем в нашем основном, в котором мы хотим обойти хук. Тем самым, у нас нет повторной загрузки, как бы, int-dll, и при этом мы смогли хук перезаписать. Ну, тут, в принципе, вся эта цепочка подозрительно выглядит, на самом деле. То есть, запуск suspended процесса, плюс, там, запуск дочернего процесса, который читает, а, ну, хотя нет, ладно, у него, там, int-dll он загружает штатно, там, чтение, чтение байтов пролога, там, какой-то конкретной функции, и, самое главное, перезапись пролога в int-dll. Смотри, сейчас, чтобы понять, что процесс запускается в suspend, кроме как, без хука этого сделать нельзя, потому что тебе коллбэк не дает это состояние. Чтобы детектировать в Riot Process Memory, тоже тебе нужен хук. Ну, или ETV. Ну, либо ETV, как бы, ну, Freight Intelligence ETV, на который ты, скорее всего, в России не подпишешься. Как бы тут помогу маленько, да, можно же, ты упоминал вначале вот интересную историю, можно же, как бы, EDR может контролировать состояние своих объектов, да, проверять на некое эталонное значение. То есть, если у тебя хук перезаписан, в принципе, можно же, как бы, увидеть, что хук перезаписан. То есть, мы видим, там, неожидаемые, как бы, нами байты, там, бьем тревогу, ну, соответственно, восстанавливаем, и бьем тревогу, там, генерируем алерт, что у нас повреждение хука. Тут, в принципе, я могу добавить, что стоит проверять свои хуки на работоспособность. Граждане, проверяйте свои хуки. Ну, да, утром и вечером, с мылом. Хорошо. Еще один вопрос в аудиторию. А сейчас как? Все представили себе картинки ассемблерного кода, где там прологи функций, чем там перехватываем, да, прям, как каждый день, да, вот этим занимаетесь. Здорово. Ребята в онлайне, молодцы, держимся. А мы меняем историю обсуждения. Вы классно прошлись по этой штуке так, что почти никто ничего не понял. Но теперь давайте поговорим о том, как действия атакующих не нарушают работу идеарного решения. То есть оно работает, оно функционирует, с ним все хорошо, но при этом они действуют так, чтобы оказаться, ну, как-то мимо логик обнаружения. И вот одна из вариаций на тему, как они сокрывают свои действия, это спуффинги. Давайте раскроем эту тему поподробнее, что они есть, что они себе представляют, как это работает, и что с этим делать самое главное дальше. Ну, то есть мы сейчас уходим от какого-то инвазивного воздействия на EDR, когда мы его, в принципе, ломаем полностью частично к тому, чтобы его не ломать, но выполнять действия как-то скрытно в системе. Ну, то есть каким-то образом, чтобы они не отражались в телеметрии, там у нас не срабатывал детект и так далее. Но если говорить про детект, вот там есть, не знаю, две таких категории, что ли, детектов, как это можно так назвать, ну, они такие наиболее эффективные, чаще всего используются. Одна из них — это какие-то аномалии parent-child, то есть когда вот детект, в принципе, основан на том, что какой-то процесс запустился, какой-то другой процесс, и в принципе, это аномалия. Ну, когда у нас там Microsoft Word запускает PowerShell, скорее всего, это аномалия. То есть вся суть здесь в том, что логика правил, как правило, какая, да, у нас запустился процесс, его родителем является там ABC, то Achtung, как бы, alert. Как бы эти вещи можно обманывать. То есть можно по факту как бы подсунуть, ну, то есть запустить, изменить одного родительского процесса, но для системы безопасности, для того же EDR'а будет выглядеть, что как будто бы родительский процесс у нас другой. Там несколько разных вариантов, как этого добиться. Вот одна из них — это parent-процесс-спуффинг. То есть это как бы техника атаки, которая возможна, в принципе, благодаря легитимным возможностям, которые дает операционная система, там, да, в функции Grad Process, там есть секция Startup Info, и в ней, в принципе, можно передать хэндл на процесс, который мы хотим, чтобы он выглядел как parent-процесс. То есть по умолчанию, как бы, там передается хэндл процесса того, который является действительно родителем, но при создании процесса, как бы, передавая определенные параметры, мы можем написать там что угодно. То есть запускаем WarDome PowerShell, но туда пишем, что PowerShell там запустился, не знаю, Zabbix. Вот Zabbix, это нормально, что Zabbix, там, агент запускает PowerShell. Таким образом, идем, там, не знаю, в события Sysmona, в события EDR, в события штатного виндового аудита, мы видим parent-процесс, как бы, ну, связка parent-child, в принципе, вполне себе легитимная, да, и наши детекты все идут, как бы, по боку. Да, если говорить про конкретно вот связь родителей-потомок, действительно, это важно, обращать внимание на такие вещи, и увидеть, ну, собственно, вот технику, которую описал сейчас Тимур, можно с помощью ЕТВ-событий, нет, в журнале EventLogo, по-моему, в kernel-процессе есть события старта процесса, и в нем есть поля, которые могут помочь нам определить, что родительский пид подменен, то есть там присутствует поле parent-пид, который находится в пебе, то есть подмененный, и есть еще одно поле, короче, которое показывает тот вот изначальный parent-пид, который реальный, и вот если их сравнивать, и окажется, что они разные, то это алерт. Ну, еще, кстати, драйверный коллбек, который отдает новую информацию о старте процесса, там, если мне не изменяет память, тоже есть информация про поток создателя процесса, то есть крейтер-инфа, и по потоку создателю можно, в принципе, выйти на процесс, который владеет этим потоком, и сопоставить этот процесс с родительским процессом, ну, то есть очень похоже то, что на ЕТВ, то же самое, в принципе, можно сделать в драйвере, обрабатывая нотификацию ядерную. У меня есть еще предложение. Смотрите, мы берем и перехватываем, ну, в данном случае там ядерных даже коллбеков хватит, любую действительно важную манипуляцию системой. Почему ядерных коллбеков, вообще говоря, мало? Потому что там перехватываются, ну, действительно, те действия, которые как-то аффектят систему. Например, там куча криптографических функций, которые вызываются в Azure Mode, но они не очень аффектят работу самой системы, и в самом вопрос безопасности не особо касается. А вот все, что касается доступа к файлу, к реестру, к процессам, к потокам, так или иначе, на создание, удаление, модификацию, это все какое-то инвазивное действие на систему. Вы можете после старта процесса на перехвате первого дакерного коллбека перехватиться второй раз, просто второй раз, на каком-то еще относительно инвазивном воздействии на системе, в режиме prevention, и вот в этот момент сравнить эту пару. На старте процесса вы получаете оригинальный parent PID, а на первом же инвазивном потенциальном перехвате уже неоригинальный, можно еще так сделать. Вообще это… На самом деле, смотри, не поможет. Почему? Здесь как бы, ну, мы сейчас перейдем к следующей технике, где мы модифицируем. Здесь у тебя уже на старте как бы PID будет подмененный, потому что это делается на этапе создания процесса. То есть вот если мы говорим про command-line spoofing, там вот это как бы отлично работает. Можешь поставить командную строку там как бы в разные моменты времени и так далее, потому что там подмена происходит после создания процесса. В случае parent PID spoofing, когда через grad process, подмена происходит в момент создания процесса, прямо в ядре. Погоди, ну ты же можешь перехватить как на входе, так и на выходе. Окей, на входе и на выходе там одно значение будет. Ну что ж, посмотрим. Интересно. Как будто бы не сошлись, ладно. Так, дальше. Что еще можно сделать? Как бы можно, то есть здесь мы прям делали spoofing, можно spoofing-то в принципе не заниматься. Как бы можно создавать процессы так, что, ну так скажем, это не напрямую. То есть ты создаешь процесс, инициируешь создание, но по факту непосредственно созданием процесса занимается другой процесс. Например, ну вот в свое время там были популярны макросы, в которых просто через VMI порождался процесс. То есть ворд стартует процесс, но не напрямую через VMI. То есть там, да, винтридц этот процесс call grad, как бы, и поехали. В итоге у тебя, как бы родителям видится, как бы не ворд, а родителям видится по факту, ну вот тот сервер, процесс сервер, который обрабатывает вот эти вызовы, в данном случае VMI. И помимо VMI, там куча ком-объектов, в которых есть разные методы, там Shell Execute, там Shell Browser Execute, ну там их с десяток, как бы, и это еще тема, там, не доресерчена, как бы, до конца. То есть куча ком-объектов, которые ты просто вот грузишь ком-объекты, вызываешь метод, по факту стартует процесс, но родителям этого процесса у нас выступает серверный процесс ком-объекта. Там VMI, на самом деле, это тоже, как бы, ком. И таким образом рушится, опять же, связка parent-child, при этом никакой аномалии в ядре, там, да, в виде несоответствия greater процесса parent-to-процесса, но связка порушена. Ну, для VMI есть тоже журнал, там, ETV-шн-провайдер, который позволит как раз восстановить эту связь, процессы, которые использовал VMI для запуска, там. А если не VMI, не знаю. А вот если не VMI, тогда есть, по-моему, Microsoft Windows RPC, он называется тоже журнал. Там, конечно, сложнее, но можно восстановить тоже. А пробовал хоть раз подписаться на этого провайдера? Там просто поток событий такой, что система умирает сразу. Ну, его можно пофильтровать, на самом деле. Вот это перечислил. А если знаешь как, расскажи. Ну, вот, например, по ID-интерфейсам, которые приводят к запуску процессов. Ну, у тебя фильтрация, в принципе, на большом потоке, это еще большее потребление ресурсов. Тут это… Ну, хорошо. Нет, есть еще способ. То есть это можно, как минимум, на каких-то… Ну, то есть если мы, допустим, через MSI-exec что-то стартуем, можно именно сопоставить, да, то есть скоррелировать вызов старт процесса MSI, плюс за ним сразу, следом стартует процесс какой-то еще. Вот. Ну, либо возвращаясь к хукингу, мониторинг RPC, опять же, Microsoft, бяки, такой важный механизм, как RPC, не дали никаких легитимных инструментов мониторинга, чем, собственно, все пользуются. Но можно хукать, не знаю, либо RPC-серверы, либо RPC-клиенты. Там, конечно, задача не самая тривиальная, но решаемая, наверное. Ну, как минимум… Здесь мы, смысл, возвращаемся к хукингу, про который мы поговорили, как бы, а против хукинга тоже есть приемы. Ну, да. Вы, как минимум, хукая процессы, RPC-шные вызовы, да, RPC-клиенты, там, 2, 3, 4, какие они есть, вы распределяете в этом плане нагрузку и можете где-то эти перехваты делать, а где-то не делать, учитывая какие-то триггерящие ситуации в прошлом. То есть если что-то подзарительное происходит, в этот момент можно руки выставить какое-то время, поднаблюдать, что там будет дальше. Потом, если ничего не произошло, снять. Вот, кстати, какими евристиками можно пользоваться, Валерий, это к тебе вопрос, чтобы вот такая логика работала по, значит, расстановке и снятию, по каким-то триггерам, вот таких вот перехватов, не обязательно в RPC-шных функциях, а в любых изермодных функциях, которые мы хотим на какое-то время плотненько помониторить. Вот приводи примеры. Я не совсем… Так, еще раз формулирую. Идея в том, чтобы мы перехватывали какие-то часто вызываемые функции не постоянно, а какое-то краткое время. Но при этом это краткое время мы, значит, обозначали за счет подозрительных действий в прошлом, ну и, наоборот, каких-то относительно легитимных последствий в дальнейшем, которые снимают какого-то рода наши подозрения и избавляют нас от необходимости пристально следить за часто вызываемыми функциями типа RPC-шных. Какие триггеры для того, чтобы начать такую проверку? Ну, там, на самом деле, ну, очень широкий вопрос. Очень много техник, которые имеют предетект, которые являются поводом для того, чтобы начать проверять дополнительный процесс. Ну, я не знаю, мне кажется, мы плавно подкрадываемся к сайдлодингу, наверное, да, у которого как раз имеется куча предетектов. Можем еще про спуффинг поговорить. Мы пока не крадемся. Про одну штуку. Мы пока намекаем. Ну, пара примеров. Буквально пара примеров для меня. Special for me. Что это могут быть за ситуации подозрительных триггеров? Ну, как минимум, вот мы уже много раз упоминали, там, старт засыпендженного процесса. Отличный триггер для того, чтобы начать дополнительные проверки. Ну, там, запись в память, например. Запись в память, да, конечно. Хорошо. Тимур, ты еще хотел что-то про спуффинг? Ну, вы говорили, да, про спуффинг родительского процесса. Вторая группа детектов, вот если, не знаю, мы посмотрим в правила ЭДРов многих вендоров, или поведенческие детекты, там, да, как в решениях ЕПП антивирусных, там много смотрят на командную строку, там, какой-то процесс. Ну, вот это вот моя тема любимая, там, лолбинс. Лолбинс – это трагедия, как бы, для современных средств защиты. Как же, там, легитимные средства используются для легитимных действий? На самом деле, лолбинсы детектить очень просто. То есть, лолбинс используется на какой-нибудь run.dll, там, regas.vr и еще сотни других утилит с очень характерной командной строкой. То есть, определенный набор атрибутов командной строки, как бы, с вызовом системного, там, бинаря, да, который вот категория лолбинсов, ну, вызывает у нас детект. Собственно, здесь вот мы смотрим на командную строку, и детектов по командным строкам просто, как бы, дофига. Ну, то есть, это, там, командная строка – хороший такой признак. Опять же, ну, можно, конечно, там, пытаться обфусцировать эту командную строку, как-то, разбавляя символами, тем самым усложняя логику. Помимо пускации можно, например, ну, это вот производители, как бы, операционных систем просто, ну, для удобства, конечно же, это добавляют. Ну, там, например, позиционирование аргументов нет строгого, когда у тебя аргументы могут в разном порядке быть, а ты такую регулярку пишешь, у тебя в регулярке вот на имя процесса закончилось, а потом там определенный атрибут. А этот атрибут, на самом деле, может быть на втором, на третьем, на четвертой позиции и так далее. Как бы, собственно, можно мешать, как бы, вот, вариативность позиционирования использовать. Можно, что еще хуже, как бы, да, это вот сокращение, там, особенно в PowerShell, там, типа, не знаю, PowerShell encoded command, там, можно PowerShell –e, –n, 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 ну, и, короче, по буковке вот так вот добавлять. Еще это варьировать, не знаю, с upper lowercase, и, вроде как, это не обфускаться, да, легитимных возможностей, но для детекта там, вот, что, вот, как все эти вариации, как бы, учитывать? Это что-то там, нам регулярки надо дикие какие-то писать? Ну, как вариант, да, писать дикие регулярки, вот, и еще можно попробовать приводить командную строку к какому-то более-менее меняемому виду, то есть, там, к lowercase, например, да, и там, какой-то парсинг, сортировку делать, прежде чем сканировать ее, там, детектирующим. Ну, то есть, нормализация и по хорошей регулярке, как бы, и думать наперед о всех вариациях выполнения вот этим утилитой, как бы, определенного команды, там, с определенным аргументом. Ну, а тут ничего не поделаешь. А если, смотри, вот, мы вообще скроем командную строку, вот, мы сейчас же говорим про спуффинг, ты, в принципе, запускаешь процесс со спендить состояние, как бы, командная строка откуда берется обычно всеми, там, инструментами, в том числе, виндовым штатным аудитом, сисмоном и всеми, там, идеарами, антивирусами, она берется из ПЕБа, как бы, с вот этой структуры. Соответственно, стартуем процесс в со спендить состояние, опять же, идем в ПЕБ, ищем, как бы, где у нас командная строка и перезаписываем другим значением. И дальше, как бы, отпускаем основной поток, у нас, как бы, процесс стартует, там, виндовый аудит или, там, не знаю, идеарный аудит берет командную строку из ПЕБа берет ровно ту, что мы ему подсунули, да, вот, пустышку. И, вообще, как бы, все легитимно, все хорошо. Ну, тут как раз мы уже затронули эту тему. Во-первых, для того, чтобы провести дополнительную проверку, отличный триггер – это запуск со спенджного процесса. И, ну, после того, как он стартует, имеет смысл сравнить командную строку, которая была перехвачена, и прочитать ее из ПЕБа. И сравнить, если они разные, то это детект. А с чем сравнить? Ну, как бы, та, которая пришла в Create Process. То есть из драйвера? Да, из драйвера. Вставляем командную строку из драйвера с командной строкой? С командной строкой, которая ПЕБе, да. Ну, в целом, как вариант, да. Окей. У нас потихонечку кончается время. И есть первый вопрос в чате. Там есть много вопросов, но есть тот, который мне понравился. Мы его сделаем в режиме блица. Вопрос первый будет в тебя, Тимур. Как будто бы он будет ожидать что-то более краткое в твоем ответе. А второй вопрос будет вкинут от меня уже по этому, по мотивам, в тебя, Валерий. Тимур, озвучка вопроса дословно. Хуки-хуки. А если все на сисколах сделать ручками по красоте? Внимание, вопрос. Сколько хакеров ты встречал, как говорится, вслепую или в третьем проектах, будем так это говорить, которые умеют в сисколы ручками и все-все? Насколько это вообще частое явление? Ну, как бы, да. Мы когда говорили про хуки, не затронули одну историю. Это, в принципе, можно напрямую сисколы вызывать, потому что любой API-вызов ведет к вызову сисколов. Есть техники, сейчас про них очень много говорят, напрямую, прямого вызова сисколов. Собственно, используется пока не часто, но эта ситуация очень сильно меняется. Сейчас даже появляются определенные фреймворки, C2-фреймворки, в которые изначально заточены на Evasion. И вот, например, BrewRatel, там есть Nightwalk, по-моему, фреймворк, где определенные вызовы, определенные операции, не знаю, там, дам памяти, процесс Lsus делается не вызовом, там, из dbg-help, dll-функции, которая может как раз хучиться, плюс там, хорошо видна по стек-трейсу, а напрямую, как бы, сисколы. Поэтому, да, используется не часто, но с развитием фреймворков и появлением в фреймворках, в ситушных фреймворках этого функционала, это будет использоваться часто. Хорошо. Ты же знаешь, да, что сейчас фреймворки атакующие любят, нафига писать свою маловару, если есть там Cobalt, BrewRatel. Да-да-да, я как раз жду штрафные переводы на себя по коммерческим упоминаниям пентестовских фреймворков коммерческих, этих самых контор, типа, вот, только что названных. Отлично, класс, я сегодня на таксишке покатаюсь. Валерий, а в тебя вопрос, а вообще это в какой границе, в какой степени это проблема EDR, вот такие подходы, мы от него ожидаем чего-то, если ожидаем, то все или частичное, как бы ты на это ответил со своей стороны? Ну, прямой вызов сисколов, это неприятно, да, но, допустим, хуки это обходит, но мы можем на, ну, в драйверном компоненте смотреть стек вызов, и увидеть, что, допустим, та или иная, ну, то есть, как бы, произошел вызов сискола без соответствующего вызова NTDLL-ной функции, потому что, ну, как бы, штатно все сисколы именно там. Ну, по колл-трейсу, да, видно будет, у тебя адрес возврата из сискола, как бы, он не в NTDLL, а он куда-то вот, либо в регион памяти там, анмапированный, как бы, либо там напрямую в бинаре, то есть, NTDLL-а нет. Ну, есть, конечно, там, ладно, сейчас там есть индирект сискола, как бы, там, тут можно публику вообще уничтожить, там, если мы сейчас туда пойдем. Но мы их побережем.